ну и с вашего позволения я продолжу большому сожалению у меня уже закончилось пиво и в общем то время идет боюсь что моя супруга на дает мне звездилей но но тем не менее я наверное все-таки продолжу и когда мы с этой девушкой пили кофе сидя возле камина я очень сильно не очень сильно хотел не то что я настолько по ней соскучился я настолько по ней соскучился я не буду вспоминать кем мы были с ней вместе до до этой встречи и как потом нас судьба разделила но я так хотел сейчас просто блин если бы я сейчас мог скрыть свою грудину раскрыть все свои внутренности и туда к своему сердцу напрямую приложить ее а потом обрасти вокруг неё я бы сделал это и она наверное чувствовала эти мои эмоции она немножко помолчала кто из нас заговорил первым по моему я я сказал давай забудем обо всем что было не вспоминай так тебе будет легче расскажи что случилось сейчас что именно с тобой случилось случилось сейчас и почему я снова понадобился тебе да она ответила словами ну ты же помнишь и сказал нет давай об этом давай об этом обо всем не будем то что мы сейчас почему мы снова оказались вместе и как я могу тебе помочь да пытаясь обойти все сложные стороны этого разговора она сказала я очень долго спала но потом проснулась в этом доме не знала куда детство почувствовала дет детство детца почувствовала жуткое одиночество я очень долго долго многие столетия боялась выйти за двери но потом я все-таки вышло и я прервал этот момент потому что она могла сказать много много лишнего много лишнего вы вербулись бы с ней по началу я прервал ее жестом набил трубку прекрасным замечательным кабаком который был в этом доме закурил ее она сказала как ты на него похож я сказал если ты вспомнишь то мы были там вместе мы были там вместе да но так иногда случается что иногда судьбы жизни не человеческие но и человеческие также разрываются и сквозь тысячелетия они прагментарно встречаются в каких-то мирах встречаются взаимодействуют забывая о ошибках о виновности которые они совершили о том что их разорвало они настолько сильно стремятся друг к другу что будущее уже не тем кем кем они были возрождаясь в виде человеческого они встречаются и иногда воспоминания все это я хотел ей рассказать обо всем этом она либо пряталась от этого всего либо действительно была очень сильно поражена своей сущностью не знаю но мы замолкли на мгновение мне захотелось убрать трубку она выбила это и сказала нет нет не будет не будет воспоминаний сейчас то что сейчас я проснулась в своем доме вышла в свой сад она рассказала это все немножко иносказательно конечно я укаживал за своим садом и все было хорошо но в определенный момент я увидела порчу которая надвигается с дальнего северо-западного угла и мой сад вдруг начал тускнеть и все мои друзья на все гномы начали превращаться в нечто странное и когда они ожили, задвигались стали преследовать меня в конце концов в мой дом захватили страшные, странные существа и мне пришлось покинуть свое убежище, свой дом и отправиться туда в мир людей в мир сущий и искать помощи никто из людей не видел меня я скаталился днями и ночами никто из людей не видел и не обращал на меня внимания до того самого момента как я не встретил тебя ну мы же сейчас в твоем доме и сейчас все в порядке но ты ведь не смотрел в сад то что творится с моим садом да я вернулся из твоего сада да и ты в своем саду встретила меня и там все давно не в порядке потому что ты очень давно забросила свою сладу ну и я в этом виноват ты же помнишь жестом я остановил ее потому что да не время было воскрешать все прошлое потому что сейчас в том большом саду который является жизнью которой я был обычным человеком мне тоже было не все в порядке но он очень сильно зависел он был проекцией ее ее сада сада моей единственной моего золотого дракона но сейчас она скрылась в своем саду и именно ее сад был проекцией нашего реального мира и сейчас было все ну вообще из рук вам плохо из рук вам плохо и она снова позвала меня несмотря ни на что я снова понадобился дома я пытался снова встать подойти выйти из этой комнаты к окнам она задержала меня не спеши ты не вертнул все силы ты ведь сейчас просто человек ее холодная ладонь легла на мою все былое чувство вся память я немного двинулся к ней она остановила меня двумя пальцами своими же холодными положил их на мои губы я просто обманываю ты же знаешь я всегда тебе помогу расскажи как можешь но она вернулась да я увидел черного дракона не знаю в котором в котором от меня только остались черные дымы гнева но моего пламени действий уже не было уже не было уже не было от матери осталось только холодное серебро суда в глазах и золото способное покупать древняя дневная змея вернулась в этот мир вернулась в этот мир я которая была преисполнена ревностью и обратилась в огнев но это тоже не та история которую стоит сейчас вспоминать потому что и тяжело и не все вспомнится да и не в общем она виновата да никто не виноват враг 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 тот зеленое дитя который соблазнил да хотя бы уже как бабу блин нет это тяжело это другая история другого мира ладно должен я сейчас успокоиться забуду быть опять же ооо ну только не этот питерский артист не хочу не хочу да она вернулась она вернулась сказала мне моя любимая о моем ребенке все надежды все что могло быть связано у отца с ребенком они давно угасли там был просто враг 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 который взял все лучшее от своих родителей и недовидел их от всей души и сердца и все что любили его родители она тоже ненавидела поэтому никаких надежд и теплых ощущений да немножко было жутковато немножко было жутковато немножко было жутковато ну как как она могла вернуться ведь ведь уже давно мы облакали ее могилу ты знаешь он он может он же может вернуть всех он может вернуть всех ты ты его знаешь а я знаю я за ним давно охочусь но до сих пор не мог найти ну потому что ты любишь всех этих сраных созданий потому что я тебе говорила примени свое испепеляющее пламя уничтожь мир и он останется без ничего когда он останется без ничего тогда мы сможем его настигнуть ты же знаешь я не могу это сделать они ведь все не виноваты да 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 ты любишь их больше меня своей семьи своей дочке ты решил остаться с ними ведь ты же тоже была с ними и помогала им ну до того как он не начал разрушать все но ведь тогда как он начал разрушать все мы вместе были и помогали им несчастным бороться с ним и остаться живыми но после того как он сделал это с нашей дочерью ты не смог спасти ее не они ты никто бы не смогли спасти ее и ты сама понимаешь что да наша дочь да любимая но одна а сколько сколько их всех ты всегда за них ну ведь ты тоже была за них да будь они прокляты он запила она и они и мы мы все прокляты та маленькая наша ошибка когда мы потеряли дочь маленькая но тяжелая ошибка но они тоже все наши дети он породил их и ты любишь его уродские порождения они мои приемные дети да я потерял одну дочь но тысячи тысяч я защитил ты предал семью и дом ты предал семью и дом тогда когда он только начинал все делать я хотел остановить его а тебе было интересно посмотреть что же получится и тогда да 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 я знаю я тогда не дала тебе сделать то что ты хотел но теперь то что она вернулась вернуть ее мы уже не сможем конечно нет она уже давно мертва и совсем не та тем кем была ну это ответила не неоновая девушка ну расскажи мне больше где где они скрываются что они могут ты сама видишь я сейчас просто человек ты не совсем ты не совсем да я долго спала и меня пробудил ее зов она хочет призвать нас я не знаю может быть нам стоит согласиться ведь она хочет уничтожить всех его творений и возможно она тоже испытывает ненависть к нему и когда мы их всех убьем и ему уже не будет над кем издеваться он наконец-то предстанет перед нами ты же знаешь я их ну не могу я их убить не могу но ты же сила гнева ты же карающий огненно-красный дракон да ты же привык испопелять целые планеты почему ты сейчас не хочешь сделать этого но ведь ты когда-то была силой правосудия и своим небесным серебристым светом просто освобождала земли от мрака там где я боролся там где гневом огнем своем уничтожал силы тьму и там светом своим все это делала и ты сейчас призываешь меня перейти на другую сторону и уничтожать без суда и разбора когда-то ты сдерживала меня когда-то это была твоя судьба чтоб я не упал в ярость и не начал уничтожать все вокруг ты сейчас зовешь мне сделать это она упала на мою грудь разрыгалась волосы и растопились я ощутил прежнюю нежность хотел сказать ненависть ненависть переполняет меня всю мою жизнь и в ненависти своей я черпаю силы для добра потому что глядя на несправедливые или глупые события ты испытываешь безмерную ненависть но тут же ты понимаешь как силой добра можно все исправить вот так вот оно случилось так вот оно случилось несколько десятков лет тому назад но сейчас я уже очень сильно устал если честно говоря даже не знаю возродится ли все это в мою мозгу опять просто снова пережил много боли много страданий уходящий в бесконечность страдания которых мало какой человек может вообще предположить даже не знаю продолжили эту историю вообще но тем более всего поэтому да на данный момент я с вами прощаюсь на желаю вам всего доброго ну до скорой встречи